Хариверский, Голгуевский, Канинский, Юшарский, Тиманский, Шоинский и Карские сельсоветы в судебном порядке обязали обеспечить население чистой питьевой водой. Главы и рады выполнить предписание «Вот только ни сил, ни средств на это нет». В рамках трехдневного семинара руководители населенных пунктов округа обсудили одну из самых горячих экологических проблем региона – обеспечения населения чистой питьевой водой, отвечающей требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства. Согласно законодательству, для хозяйственно-бытовых целей, а тем более для питья, должны использоваться защищенные от загрязнений водные объекты и подземные воды, пригодность которых определяется на основании санитарного заключения. В ходе проверки в прошлом и в текущем годах в ряде населенных пунктов были выявлены массовые нарушения в этой сфере. Нарушения типовые. Почти во всех населенных пунктах имеются скважины, но отсутствуют лицензии на право пользования недрами и разрешения на пользование поверхностными водоемами, в том числе отсутствие зон санитарной охраны водных объектов. Практически во всех поселениях качество воды не соответствует нормативным требованиям. Необходимо ее обеззараживание, а также дополнительная современная очистка. Есть и такие, в которых вода нуждается в опреснении, а в некоторых населенных пунктах она и вовсе исчезает. Главы муниципалитетов проблему знают, но не понимают, как исполнить судебное решение и что их ждет за неисполнение завтра. Мы с Владимиром Васильевичем были в суде, как раз забирали решение по поводу этого вопроса. Нас обязали обеспечить население качественной водой. Решение у меня на руках. Что делать-то? Куда мне сейчас с ним? Воды нет в природе чистой. Под свой строгий надзор и контроль проблему взяла прокуратура округа. Пути решения кажутся понятным муниципальным образованием. Необходимы пункты очистки воды, опреснения, плюс ко всему необходимо открывать новые скважины и обустраивать водозаборы, считают в прокуратуре. Те государственные программы, которые у нас на территории региона уже действуют с 2010 года, на текущий момент не позволили обеспечить население данных муниципальных образований качественной питьевой водой. Уже путем принятия мер прокурорского реагирования нужно пытаться, пока полномочия у нас у муниципальных образований поселений, мы обязываем администрацию муниципальных образований поселений. Но тем не менее необходимо, чтобы главы муниципальных образований на основании данных решений ставили проблему уже перед администрацией Нинского автономного округа. К такому же выводу пришел и помощник губернатора, бывший глава Коткинского сельсовета Олег Поздеев. Глава муниципальных образований такую масштабную проблему никогда не решить, если к этому не подключится округ. Поэтому решено было озвучить ее на высшем совете при губернаторе, который состоится 26 июня. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.